Здравствуйте, друзья! Вы на канале Медведь вяжет. И я, Лидия Медведь, сегодня продолжу мастер-класс по вывязыванию джемпера уголок. И сегодня у нас с вами третья часть мастер-класса по вязанию джемпера уголок. В первой и во второй части мастер-класса мы вывязали цельновязную горловину. Мы определились, какой росток мы с вами будем вязать. Вот я связала росток у горловины. Кто-то из вязальщиц наверняка связал этот росток вместе со мной. И вот сегодня мы с вами будем работать над кокеткой этой модели. И сначала, конечно, логический вопрос. Что же я называю кокеткой у этой модели? Посмотрите на вот эту вот футболку, которая вяжется именно как уголок. И кокеткой в этой модели я называю верхнюю часть изделия. От горловины и до подрезов. Вот перед нами сегодня такая задача узнать о принципах вязания кокетки джемпера уголок. Посмотрите на этот чертеж. Вот так вот сейчас выглядит наш процесс, если мы вывязали росток у горловины. Вот росток. Это центральная линия. И сейчас нам нужно перейти к следующему этапу вязания. Это вывязывание плеча узором сеточка по кругу. Нам нужно с вами вязать узором сеточка по кругу до тех пор, пока мы не вывяжем с вами длину плеча. Опять же покажу вам этот процесс, мою футболку. Вот плечо. Я вязала узором сеточка до того момента, пока не убедилась, что я вывязала всю длину плеча. И это вязание будет происходить по кругу. Каков же принцип вывязывания углового реглана? А он очень простой. И думаю, что те, кто вязали японку, те знают, как вывязывать угловой реглан. Формирование углового реглана состоит из двух рядов. В первом ряду мы делаем накиды вокруг центральных линий. А во втором ряду мы провязываем эти накиды. Это очень просто. Но тут есть один маленький нюанс при вывязывании узора сеточка. Я беру свою папку, в которой я собрала все узоры для вывязывания джемпера уголок. И вынимаю оттуда узор сеточка по кругу. Потому что мы его будем вязать по кругу. Те, кто еще не знаком с узором сеточка, не знают, как вязать этот узор, вы пройдите в инфобокс, и там по ссылке найдете этот мастер-класс по вязанию узора сеточка по кругу. Я в этой части мастер-класса не буду рассказывать, как вязать этот узор. Потому что уже есть мастер-класс. Вязать его очень просто. Но появляется один нюанс. Мы же вокруг центральных линий будем прибавлять петли. А эти петли в схеме не учтены. Как эти петли провязывать дополнительные, которые появятся вокруг центральных петель во время вывязывания узора сеточка по кругу, диагональным именно вязанием, у нас будут появляться дополнительные петли. Посмотрите на схему. Вы видите, что этот узор сеточка, он формируется на основе резинки один на один. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Поэтому вот эти дополнительные петли, которые у нас будут появляться вокруг центральных петель по спинке, по переду и по рукавам, мы будем провязывать по узору и ориентироваться на резинку один на один. Ну, а накиды вокруг центральных петель мы будем всегда провязывать лицевой. Вот и вся особенность применения этого узора при диагональном вязании. Итак, мои дорогие друзья, приступаем к вывязыванию узора сеточка. И будем вязать его до того момента, пока не вывяжем всю длину плеча. Ну, и тут можно еще сделать одно замечание. Те вязальщицы, которые вывязали росток по цельновязной горловине или планируют вязать азиатский или рассеянный росток, то они сразу после вывязывания горловины приступают к вывязыванию узора сеточка по кругу с формированием углового реглана диагонального вязания. То есть в первом ряду вы будете делать накиды, а во втором будете их провязывать. Давайте, мои дорогие друзья, самостоятельно сейчас вывяжем вывяжем с вами длину плеча узором сеточка, а затем встретимся. Ну и, конечно, мы вешаем маркер начала ряда и начинаем дальнейшую работу. Успехов вам, мои дорогие вязальщицы! И вот длина плеча узором сеточка уже вывязана. Как же определить, что длина плеча уже достаточная для нашего размера? Можно примерить уже на этом этапе. А можно просто приложить линейку, зная свои параметры, зная длину плеча. Вот у меня сейчас 9 сантиметров длина плеча. Но когда мы наберем петли по пройме рукава для вывязывания самого рукава, то, конечно, плечо потянется. Таким образом, я завершаю сейчас вязание по кругу. Переношу петли спинки и петли переда на отдельные спицы или, может быть, на нитку. Как вам удобно, как вы можете это сделать. И от кругового вязания сейчас мы с вами перейдем на поворотное вязание. И теперь я могу сложить изделие по центральным петлям по рукаву. И начну вязать безразлично отдельно спинку или отдельно перед. С чего вы начнете, это не имеет никакого значения для принципов вязания джемпера уголок. И вот я вывязала уже кокетку по спинке полностью. Посмотрите на узоры, которые я использую. Это узоры простые. Причем один узор от другого отделяется дорожками платочной вязки. Это может быть 2 или 3 дорожки платочной вязки, как вы сами этого захотите. Например, вот этот вот простой узор мне очень нравится в диагональном вязании. Когда по лицевой глади я вывязываю короткие секции изнаночными петлями. И вот эти короткие секции изнаночными петлями можно использовать в любом сочетании. Можно 2 подряд, 3 подряд, короче, длиннее и так далее. Затем, отделив этот узор дорожками платочной вязки, я заканчиваю кокетку вывязыванием ажурной дорожки, когда мы провязываем 2 петли вместе накид. Это всем известный ажурный узор. Длина проймы рукава у меня 21-22 см. Что для нас важно? Узоры мы можем использовать разные, а принцип вязания у нас одинаков. Мы должны сохранить диагональное вязание в том случае, если мы вяжем поворотным вязанием. Вот что для нас важно. Посмотрите вот на этот чертеж. Вот так выглядит кокетка. Независимо по спинке или по переду. У нас появляются лицевые и изнаночные ряды при поворотном вязании. И появляются кромочные. И вот в лицевом ряду мы делаем вокруг центральной петли по переду или по спинке накиды. А вот в начале после кромочной мы провязываем две петли вместе. И в конце ряда перед кромочной мы также провязываем две петли вместе. Это мы делаем для того, чтобы у нас полотно не расширялось. Нам этого на этом этапе не нужно. Таким образом сохраняется диагональное вязание. Итак, вот тут вот я даже запись сделала. Мы делаем накиды. В лицевом ряду мы делаем накиды вокруг центральной петли. А в этом же лицевом ряду мы провязываем по две петли вместе. В начале и в конце ряда. До и после кромочных. А вот в изнаночном ряду мы вяжем без изменений изнаночными петлями. Включая и накиды. Вот и вся хитрость диагонального вязания поворотными рядами. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у меня здесь анатомическая вогнутая пройма рукава. На своем первом изделии модели уголок я вязала квадратную пройму. то есть я не убавляла петли по пройме рукава. Это тоже возможно. Это тоже может быть. Мы можем вообще связать спущенный рукав, если мы этого захотим. Но мне захотелось сделать пройму рукава более анатомичной. Более анатомичной вогнутой. Я думаю, что посадка изделия будет еще лучше, если мы сделаем пройму рукава более вогнутой. особенно вот у футболки. Как добиться вогнутой формы проймы рукава? Я убавляю приблизительно три петли по пройме рукава. Вначале, ну, по первой пройме и по второй пройме. Вот у меня стоит маркер. Он показывает, что вот здесь я вот начала делать убавление. Всего я убавила по три петли. Как это сделать? Я провязываю по две вместе доп кромочной и после кромочной в изнаночных рядах. Ну, а затем, когда я уже заканчиваю вывязывать кокетку, я эти три петли прибавляю. Таким образом получается вогнутая форма проймы рукава. И еще один момент. Вот я сейчас же вяжу из хлопка. Ну, и эта пряжа совершенно неэластичная, она никак не тянется. Поэтому нам нужно очень свободно вязать кромочные петли, чтобы их не стянуть, чтобы они более были расслабленные и свободные, и чтобы они все-таки как-то тянулись. Вот такие советы я бы дала при вывязывании кокетки поворотными рядами. И теперь я буду вязать вторую часть, переднюю часть кокетки. точно так же, как я это делала и по спинке. Здесь только один момент есть. Куда включать вот эту центральную петлю, которая проходит по плечу? Я ее включаю в провязывание передней части уголка, передней части джемпера. Таким образом, у меня передняя часть на две петли больше. Поэтому я буду смотреть. Возможно, я для того, чтобы и здесь по передней части сформировать вогнутую пройму, я убавлю не три, а четыре петли. Я думаю, что все очень понятно, мои дорогие вязальщицы. Нужно только вязать. А если есть вопросы, то напишите, я обязательно вам отвечу. Сейчас я закончу вывязывать кокетку по передней части, и мы с вами снова встретимся. Дорогие вязальщицы, и вот длина кокетки вывязана как по спинке, так и по переду. Мы в следующих частях мастер-класса продолжим работу над вывязыванием джемпера уголок. Ну, а сейчас задавайте свои вопросы, пишите комментарии, я обязательно отвечу на те вопросы, которые вы зададите. подписывайтесь на канал, если кто-то зашёл в гости, и обязательно ставьте лайки, чтобы можно было видеть ваш отклик на мою работу, потому что вы сами вязальщицы, и вы видите, какая большая работа проделывается мною, и эта работа для вас, мои дорогие вязальщицы. Итак, я жду вас в следующих частях мастер-класса, в которых мы с вами будем вязать, вязать и вязать. До свидания! Редактор субтитров